добрый день сегодня я расскажу вам как сделать меню со страницами на ангуляр 2 значит что мы должны сделать мы должны перейти в нашу папку проекта посмотреть так хорошо все работает теперь можно создать наши страницы а страница у нас создаются командой нгг компонент шар то есть мы создаем компонент и компонент может быть там страницы вот ну давайте создадим 5 страниц например главная страница страница услуг и страница контакта ну вот здесь мы видим вот наши будущие странички это компоненты теперь нам надо как в любом фреймворке создать маршруты для этого мы создаем файл вот и первое что мы должны сделать это подключиться к ядру и взять из него настройки а второе что мы должны сделать подключить наши страницы значит я тут подготовил уже готовые уже готовая команда потому что я уже это делал у меня все работало дальше подключаем значит здесь мы подключились к ядру и здесь мы подключились к возможностям маршрутизации вот и подключили наш модуль который который мы сейчас пишем ну вот и дальше мы подключаем наши страницы вот тут будут наши страницы их 4 вот и вот и вот и вот и вот и Мы видим, что подчеркивание пропало, это значит маршруты и директории нашлись и больше нету ошибки. Продолжение следует... Ну и последний остался у нас контакт. Продолжение следует... Мы подключили страницы, дальше нам надо задать для этих страниц маршруты. Создаем константу с массивом roots. И передаем ее в ядро. Значит, здесь мы пишем адрес url, то есть что в адресной строке будет. Продолжение следует... Значит, у нас подключена страница home, потом сервис. Осталось продукты контакта. Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, мы уже все сделано. Дальше нам надо экспортировать настройки. Продолжение следует... В модуль. Из корневой директории мы его транслируем в модуль. Продолжение следует... Продолжение следует... вот наш наша переменная точнее константа это константа она не меняется мы ее должны в общем мы должны здесь зарегистрировать наш модуль то есть не модуль а маршруты зарегистрировать вот помощью помощью импорта а дальше мы должны еще кроме того что мы передали маршрут мы еще должны зарегистрировать константу рутер а дальше мы должны сделать меню на сайте для этого переходим по адресу и берем бесплатное меню и 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 заходим в главный компонент программы не те страницы которые мы создавали И прописываем наши ссылочки. И прописываем наши ссылочки. И просят поменять порт. То мы прописываем другой порт. И запускаем. Обязательно из директории проекта. А то команды не будут работать. Опять осечка. Видимо этот порт уже используется. Продолжение следует. 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 хочу обратить ваше внимание что здесь не надо писать которые косую черту а вот дальше как нам подключить bootstrap чтобы наше меню было такое как на сайте bootstrap.com а Значит, мы берем эти ссылочки сайта bootstrapv3. Ну, с любого, там, где есть ссылки, допустим, заходим сюда и берем вот эти вот ссылки. Также при необходимости можно установить на папку самого проекта сайта. Вот. Куда это копировать? Значит, мы копируем главный файл. Саму голову. Сохраняем. И что у нас получилось? У нас получилось вот такое красивое меню. Значит, дальше. Дальше нам надо прописать... Писать ссылки. Значит, link-link. Это здесь. У нас четыре страницы, поэтому мы... Ну, вообще, можем и так сделать, да. Значит, у нас страница... Home. И с algúniendo. Комментаря в нашем он God. heroin. В taller Google. Ваше величие он имеется и подсоритai. Ниадуга. У нас недостаточно. Нее маломеном. Он у нас direkt. Нелег announced страницу. Я так Lifted. Контакт, продукт, и сервисы. Так, и контакты обычно, конечно, идут последними. Значит, хом, продукт, сервис, контакт, пишем название. Хом, продукт, сервисы, контакт. Так, вот у нас появились линки. А здесь, в следующем уроке, мы узнаем, как подключать current page. Дальше нам нужно прописать в каждом компоненте название страницы. Да, тут они уже есть. Тогда мы можем нажать и посмотреть, что у нас получилось. А, да, кстати, нам нужно вывести через селектор в главный файл, в главный компонент, вот этот вот, который мы создавали в главный компонент. Мы должны вывести теги, а теги у нас в данном случае селектор. Так. 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 Продолжение следует... 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 директория значит здесь мы пишем ну и вот и смотрим значит он продукт сервисы контакт все работает спасибо за внимание